Всем привет, я Юрий Шатохин. Рассказ украинца о реальном Крыме. Это автор рассказа, ник у него Стас157. Дорогие друзья, я уже пятый день в Крыму, был в Ялте, Севастополе, Симферополе, посетил ряд социальных учреждений. Хочу вам сказать, дорогие украинцы, что здесь выплачивается вовремя заработная плата, пенсия, социальная помощь, задержек никаких нет. Самое главное, что меня удивило, это то, что на каждой дороге можно встретить машины с западной Украины. Здесь они отдыхают и чувствуют себя прекрасно. Никто эти машины не сжигает, никто не пробивает им колеса, никто их не унижает. Чисто случайно я встретил своего товарища из Ужгорода, Тараса Любомировича, фамилию осознанно не пишу. Встретились мы с ним возле кафе-бара «Интайм» в Симферополе. Он узнал меня, окликнул, и я подошел к нему. «Привет, Алексей!» «Привет, Тарас!» «Что ты здесь делаешь?» «Собрал вещи, взял жену и своих детей и приехал в Крым», – ответил мой товарищ. «Я задал ему вопрос, а что же такое случилось? Ты же поддерживал Майдан. Крым для вас же плохой. Кто не скачет, тот Москаль, а российские войска массово наступают и хотят уничтожить Украину. Что же вы сюда едете?» Он мне отвечает, «Я не думал, что до такого все дойдет, что будет так плохо. Ты даже не представляешь, что у нас в Ужгороде творится. Какой беспредел творит правый сектор? Стало жить гораздо сложнее, обстановка очень агрессивная. Социальное напряжение растет. Количество грабежей и убийств резко возросло. Жить стало невыносимо. Точно так же дела обстоят и во Львове». А потом Тарас добавил, «Будь проклят тот день, когда мы поддержали Майдан». Я в Крыму уже второй день после паузы продолжил Тарас и принял решение остаться здесь. Сегодня утром я был в Гурзуфе и не поверил своим глазам. Пляжи полные. А знаешь, что люди мне говорят? Лучше мы будем жить в проголодь, чем так, как вы в Украине. Нам война не нужна. Я, как чистый украинец, разговариваю здесь на мове. И ни один человек меня за это не упрекнул. Люди здесь относятся с добротой и сопереживанием к тому, что происходит у нас на Украине. Тарас оставил мне адрес, где он живет, номер телефона, и мы договорились встретиться. На то мы разошлись. Но в Крыму много людей не только из Запада. Я встречал людей из Донецка, Луганска, Одессы, Херсона и многих других городов. Практически все говорят одно и то же. В Украине стало жить намного сложнее. А многие добавляют, что просто не знают, как дальше быть. Я знаю одного предпринимателя Андрея Андреевича из Херсона, с которым увиделся в Ялте. Он также бросил в Херсоне бизнес и переехал в Крым. И что же он говорит? В стране беззаконие, воровство, убийство, продукцию некуда реализовывать. Ты не представляешь, на какие деньги я попал сегодня, после того, как Крыма не стало. Сегодня я принял решение оставаться в российском Крыму и начать здесь новую жизнь, так как вижу здесь будущее. Друзья, я могу привести очень много подобных примеров, а также от себя сказать огромное спасибо сегодняшнему крымскому руководству за то, что приняли очень многих людей из Донецка и Луганска, которые стали инвалидами. Я лично посетил социальное учреждение в Симферополе, где инвалиды проходят курсы лечения и реабилитации. И где им уделяют огромное профессиональное и человеческое внимание, чтобы эти люди могли хотя бы немного забыть об ужасах войны. В этом учреждении я познакомился с парнем по имени Сергей. Он был часовым мастером в Донецке, но во время обстрелов ему оторвало обе ноги. Меня удивило и вдохновило его мужество и его слова. Я снова встану на ноги. Пусть даже это будут протезы, но я снова научусь ходить и буду дальше продолжать работать на благо своей Родины. После того, что я пережил, я буду помогать таким же, как и я. Здесь, в российском Крыму, меня бесплатно лечат и ставят протезы. Мало того, в Крыму мне предложили работать часовым мастером. Моя семья вся погибла. Я остался один. Но благодаря доброте и теплу людей в этом центре, я твердо понимаю, что жить надо продолжать. «Молодец! Держись!» – сказал ему я. «Посмотри на меня! Я инвалид детства. Мне тоже тяжело, но я живу и буду жить. Думаю, если среди людей с ограниченными возможностями будет больше таких, как мы, вместе мы сможем многим помочь». Украинцы! Хочу вам сказать, Россия нам не враг, а то, что происходит в нашей родной Украине – это самая настоящая беда. Мы сможем только тогда понять всю глубину нашего общего горя, когда научимся говорить правду друг другу. Прекратите искать внешних врагов. Прекратите верить лживым СМИ. Посмотрите вокруг себя на то, что вы делаете. Задумайтесь, ведь вы уничтожаете сами себя. Нам немедленно нужен мир, и чтобы его достигнуть, нам необходимо срочно выгнать лживое, кровожадное, воровское и непрофессиональное руководство. Очень надеюсь, что вы прозреете как можно быстрее, потому что если власти дальше будут такими темпами уничтожать нашу страну, то скоро будет уже нечего спасать. С уважением, Алексей Журавко, 11 августа 2015 года. На этом все. Всего хорошего. Ссылку, как обычно, я даю в описании под своим видео. До свидания.